Подано заявление в правоохранительные органы по 306 статье. Это заведомо ложный донос о совершении преступления. Более того, из содержания данных возражений я усматриваю и клевету в наш адрес. Это 128.1. Соответственно, это все будет приобщено в рамках рассмотрения материалов уголовного дела. Марина Васильевна, у нас судебное заседание предварительное. Вы в следующее судебное заседание готовы представить или по почте направить в адрес СССР представителя копию возражений? Сканированную скам возражений я распечатаю, направлю живую подпись. Если правоохранительным органам будет необходим, он меня запросит. Потому что я, к сожалению, тоже сталкивалась на практике, что оппоненты в гражданском иске потом ее подделывали в вложенный суд. Я считаю, что представленная копия надлежащая и законодательство не требует от меня предоставления противоположной стороне оригинала живой подписью. Если суд заверит вот эту ксерокопию, я возражать не буду. Мне нужен документ. Там абсолютная копия. Суд может свечить свой экземпляр с оригинальной подписью живой. Ваша честь, я пояснил, почему нужен именно документ, а не бумажка. Это понятно. Суд может заверить по окончании судебного заседания. Вам надо сейчас время предоставить для ознакомления с возражениями? Нет, поскольку у нас сейчас предварительное судебное заседание, так понимаю, нам представитель-ответчик пояснит вообще в чем суть возражений. От вас вы услышите. Ну, от нас вы услышите наши требования, от вас мы тоже. Да, заседание предварительное. Ваше мнение о возможности приобщения к материалам дела, возражения от ответчика. Суд определил ходатайство стороны ответчика удовлетворить, приобщить к материалам дела, возражения на исковое заявление. Еще какие-либо ходатайства имеются? Кроме тех, которые заявлены в исковом заявлении, нет. У участников процесса есть какие-либо ходатайства об устребовании дополнительных доказательств? Да, уважаемый суд, в наших возражениях мы также, кроме того, что выражаем позицию по основному требованию, по основному, единственному по сути требованию сца, мы также просим суду просить истребовать в отделе полиции номер 1 МВД России по Мурманску материалы проверок КОСП, номер 26088-26315, проводимых по факту оскорбления персонала магазина «Магнит», а также по факту вымогательства денежных средств. Также просим суд, исходя из фактов и обстоятельств изложенных возражений, запросить в органах внутренних дел сведения о наличии представителя СЦА судимости по профильному составу, тоже по статье, условно говоря, по вымогательству. Потому что, по нашим сведениям, у представителя СЦА имеется непогашенная судимость именно по такому же примерно составу, как, по сути, признаки которого усматриваются в действиях заявителя, его представителя при визитах в магазин «Магнит». Поэтому просим суд, истребовать данные сведения в соответствующих прокрытных органах. То есть вы поддерживаете те ходатайства, которые за вами заявлены в ваших возражениях. Сторона СЦА, ваше мнение по поводу вот этих двух ходатайств? Одно о запросе в отделе полиции номер один, материалов проверок к УСПУ, и второе о запросе сведений о сосудимости. А, Ваша честь, мы категорически против. Поясняю, почему. Значит, то, что касается моей персоны. Я считаю, что это не имеет отношения к делу. В противном случае я бы сейчас просил бы затребовать все возможные документы в отношении представителя-ответчика. Я не буду возражать. Не будете, да? А я возражаю. Значит, это первый момент. Второй момент по поводу материалов проверки, которые не относятся к делу, также возражаю, а именно оскорбления и тому подобное. Если у вас есть факты, установленные в установленном порядке, предоставьте в суд, хотя это тоже не имеет никакого отношения, но я не буду возражать, чтобы увидеть эти документы. А просто заниматься пересылкой, скажем так, документов из правоохранительных органов о проверках, которые не привело ни к чему, это не имеет никакого отношения. В данном случае вы просите просто, чтобы сказать, что мы плохие. Да, мы здесь не обсуждаем плохие или хорошие. Мы, может быть, очень плохие. Но вопрос у нас сейчас в судебном заседании не об этом. Поэтому я возражаю. Да, ИСОН в выиске также было заявлено ходатайство о востребовании из отдела полиции номер один УМВД России по городу Мурманск о материалах проверки по обращению ИСА от 8 и 19 октября для подтверждения обстоятельств, связанных с нарушением магазинов прав потребителей. Марина Васильевна, Ваше мнение о возможности удовлетворения? О заявленном выиске, да, ходатайство о ИСОН? Мы не возражаем, поскольку считаем, что материалы помогут суду установить обстоятельства и подтвердить, возможно подтвердить заявленные ИСОН факты, так же, как вот поясняя возражения представителя ИСОН, так же, как мы просим суд истребовать указанные нами доказательства сегодня, именно в той связи, чтобы подтвердить некоторые факты установленным законом порядки, потому что, в отличие от вас, мы голословно не называем оппонента сразу виновным, как вы делаете в претензии, в исковом заявлении у вас нет таких полномочий. Соответственно, для цели подтверждения указанных и вами, и нами обстоятельств... Это все связано с тем, что произошло 3-го и 8-го октября, да? Конечно, потому что 3-го, 8-го и 19-го, потому что там очень много чего произошло, я так понимаю, потому что у нас, опять же-таки, истец ходатайствует и при общении видеозаписей, не знаю, в полном объеме или не в полном, вот, представляются записи. Но смысл в том, что там событий было много, уважаемый суд, поэтому мы не возражаем, во-первых, против заявленного ходатайства в отношении, ну, как бы, того ходатайства, которое в иске заявливает истец, и его представитель, и, соответственно, просим также и удовлетворить наше ходатайство, истребовать соответствующие документы в органах внутренних дел по нашим ходатайствам. Потому что мы не возражаем против установления, скажем, фактов и фиксации их в судебном процессе. А вы можете прямо сейчас задать вопросы, какие вас интересуют, какие факты вы хотите установить? Может, мы сейчас подтвердим и не надо вот это вот все? В возражениях все изложено. Как вы сможете подтвердить без голословного, опять-таки? Меня, как представителя-ответчика, это не устроило. Какой факт конкретно вы хотите подтвердить данным истребованием доказательств? Ходатайство не обосновано, как это требует нормы гражданского процессуального законодательства. Вы должны обосновать, почему вы хотите истребовать эти доказательства. Что вы хотите доказать? Мою судимость. Вы и уважаемый истец ведете себя недобросовестно, а это имеет ключевое значение для рассмотрения данных. У вас есть этому доказательства? Для этого мы и просим запросить суд документы. А в чем недобросовестность заключается? В том, что мы выявили у вас просрочку? Этот факт тоже не подтвержден, об этих возражениях указано. Эти все обстоятельства будут уже устанавливаться при рассмотрении дела по существу. Садитесь, пожалуйста. Судопределил. Ходатайство яйца удовлетворить истребовать из отдела полиции номер один МВД России по городу Мурманске материалы проверки по обращениям от 8 и 19 октября. Ходатайство представителя-ответчика удовлетворить истребовать из отдела полиции номер один МВД России по городу Мурманску материалы проверок от 8 и 11 октября. В удовлетворении ходатайства представителя-ответчика о запросе в органах внутренних дел сведения о наличии судимости у представителя истца отказать, поскольку данное обстоятельство не имеет отношения к рассматриваемому делу. Кроме того, сторонам разъясняется, что в предварительном судебном заседании может быть разрешен вопрос о передаче дела, принятого судом к своему производству в другой суд общей юрисдикции. И разъясняется положение статьи 23. До этого были положения статьи 152, предварительное судебное заседание Гражданского операционального кодекса. Разъясняется положение статьи 23 Гражданского операционального кодекса РФ «Гражданские дела подсудные мировому судье». Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о выдаче судебного приказа, о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей, по имущественным спорам за исключением дела наследования имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результата в интеллектуальной деятельности при цене, иска не превышающей 50 тысяч рублей, по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска не превышающей 100 тысяч рублей. Данный спор не является имущественным, заявлено требование исключительно о взыскании компенсации морального вреда, поэтому стороны Вашего мнения о возможности передачи данного дела на рассмотрение в Ленинский районный суд города Мурманска? Оценен моральный вред в конкретной денежной форме и в конкретной сумме. Там два требования по 30 тысяч рублей, привязанных к датам. Также есть требования по закону защиты прав потребителей о взыскании с ответчика штрафа, соответственно, по соответствующему закону, в размере 50% от присужденной судом суммы. И также, насколько я помню, заявлены судебные расходы, в том числе на услуги представителя, но в исковом заявлении не указан размер судебных расходов даже на дату сегодняшнего заседания, условно говоря. Если мы нехитро сложим вот эти суммы, 50%, если гипотетически будет удовлетворен иск в полном размере на 60 тысяч рублей, и половина, 50% это 30 тысяч, это еще 90, плюс расходы судебные. Соответственно, спрашивается, какая сумма иска будет, будет она до 100 тысяч, по факту, сумма исковых требований, либо она будет 100 и более тысяч рублей. Поэтому в отношении того, что представитель заявил, что это закон о защите прав потребителей, и поэтому никуда передавать не надо, тут я считаю, что районный суд тоже токийский рассматривает по закону о защите прав потребителей. И тут я, как представитель ответчика, хочу сказать, что данный вопрос мы оставляем на усмотрение суда. Ваша честь, хотел бы обратить внимание на сказанное представителем ответчика требования заявления неимущественного характера, но мы можем и миллион заявить. У нас законодательство, к сожалению, сделано таким образом, что на усмотрение судьи и по оценке внутренних переживаний моего доверителя будет оцениваться та сумма, которая подлежит компенсации. Это первый момент. То, что касается услуг представителя, да, они в исковом заявлении даже еще не заявлены, вы зря сказали, что заявлены, они могут быть заявлены уже после того, как судебное заседание состоится в виде ходатайства, когда будут учтены все-все судебные расходы, чтобы каждый раз мы не заявляли, ну, вот эти документы, подтверждающие расходы, они могут быть заявлены после того, как состоится судебное заседание в виде отдельного ходатайства. Судебные расходы мы заявим чуть позже. Еще какие-либо дополнения имеются у сторон? Уважаемый суд, я так понимаю, что вопросы к ИСЦУ и его представителям, это уже в рамках основного заседания. Да. Уже при рассмотрении дела по существу. Нет дополнения в сторон. Для разрешения вопроса о подсудности данного спора мировому судье суд удаляется встречать в непонятности. Создавали ситуацию паники. Слушай, она шедевр. Это вы писали, нет? Конечно. Ну, поздравляем. Вообще-то. Я рада, что вам мой слог понравится. Я вам больше скажу, что часто сюда используют мои оборотные решения. Ну, понесли кому-нибудь, кому лень, да, так если еще на флешке сбросить, так что-то не будет подчас. Честно говоря, мне непонятно вот эта история до конца. Вас смущает тот факт, что покупатели приходят и начинают защищать свои права? Нет. Или что именно? Мы сейчас занимаемся вот этой деятельностью, связанной с защитой прав потребителей. И в отношении нас идет провокация. Как правило, работников этих магазинов, которые не хотят, чтобы у них выявляли вот эту просрочку. Вы занимаетесь лично или у вас какая-то общественная организация? У меня была общественная организация без регистрации в качестве юридического лица. Ну, у нас общественная организация может существовать... Понятно. То есть какое-то объединение не зарегистрировано в мильюстер? Любой желающий может заниматься этим. Это называется общественная деятельность. Я помимо этой деятельности еще, скажем так, блогерскую деятельность веду. То есть я вот эти вот ролики выкладываю в сети в интернет для того, чтобы люди знали, как воспользоваться своими правами, как их защищать. Там где-то ссылочки на нормы права скидываю. У меня страница ВКонтакте есть. То есть я здесь не вижу ничего плохого. И обвинять человека в недобросовестности только потому, что он, предположим, даже если умышленно, специально пришел в конкретный магазин по обращению граждан, выявить просрочку. Обращение? Конечно, конечно. Мне много. Вы не предоставляете их к иску непрекладу? А зачем? Это не имеет никакого отношения к сути дела. Это большое имеет значение. Ну да ладно. Наш приход в магазин в любом случае вытекает из таких отношений, как продавец-покупатель. Как только мы переступили порог магазина, мы уже являемся потребителями. У нас из материалов дела видно, что Денис Анатольевич даже приобрел, даже употребил. Вы какие-то еще документы, кроме тех, что указано в исковом заявлении, суду давали, потому что то, что указано или все, что указано в нашем, направленном нам исковом заявлении, вот почтовые документы, отправка нам, да, иска и копия доверенности. Или еще были какие-то документы, представленные в суд? Потому что я смотрю, нет претензий, которые вы директору магазина выручили, да? Нет еще, возможно, чего-то. У нас есть видеозапись, на которой видно, все четко видно, каким образом была вручена претензия, как это происходило, что делал в ответ этот директор, как они отреагировали. Понимаете, я вот когда вот это почитал, я делаю вывод, что до вас довели недостоверную информацию, ну, клевету. Вообще, мы зашли вообще случайно туда, мы были в магазине Перекресток, в соседнем магазине, а туда зашли даже без какой мысли, мы даже собирались уже уходить. Ну, отреагировали на то, что вот эта вот Анастасия нас назвала клоунами. Даже вот в нарезке тот видеоролик, который от 3-го числа, от 8-го, 19-го, вы посмотрите, вы посмотрите, что этот конфликт был создан именно работниками этого магазина. Какое бы ни было решение, это никак не повлияет, будем мы ходить в ваши магазины, не будем ходить, понимаете? Более того, может быть, даже у нас пристрастие появится какое-то. Знаете почему? Потому что, когда человеку бьют по носу, да, у него возникает желание сдать сдачу. И вот если, ну, это я с своей точки зрения осуждаю, если я не получил какого-то результата, который я хотел, я его все равно настойчиво, но получу. Я, честно говоря, не совсем понимаю, вы представитель или вы соратник и сотоварищ? Я и представитель, и соратник, я буду и истцом. Вы понимаете, мы сейчас просто набиваем руку, делаем шаблон. Все мои и Дениса Анатольевича появления в ваших магазинах и в других магазинах, и год тому назад, и два года тому назад, и месяц назад, они все будут здесь рассматриваться. Все. У нас права. Да. Знаете почему? Потому что по-другому никак. У нас Роспотребнадзор не работает. Правоохранительные органы не работают. Абсолютная безнаказанность. Просто нагло в лицо можно врать, творить беспредел и говорить, вы можете обратиться в суд. Я на суд-то особых иллюзий не питаю, понимаете? Я знаю, каким способом действовать. Да, вы правильно заметили, что я где-то применял очень жесткие методы. Но это далеко еще ромашки были. Меня привлекли к уголовной ответственности. Но эта история не закончена, поверьте мне. Я получу оправдательный приговор даже в нашей стране. Просто на это нужно много времени. Я получу. И реабилитацию получу. И сотрудники магазина понесут ответственность, я надеюсь, уголовную. Окея. И правоохранительные работники. И судебные работники, которые в этой каше все завязались. Которые обвинили человека просто на пустом месте. Понимаете? Вот у меня два эпизода. Первый эпизод я предъявил просорченный творог, когда вот этот масочный режим был. Под видеозаписью, непрерывной видеозаписью суды даже не рассматривают. А был суд отказался рассматривать мою апелляционную жалобу. Просто отказался. Говорят, а зачем нам изучать материалы дела, если суд первой инстанции рассмотрел? А суд первой инстанции вообще плевал на все. Он просто рассмотрел дело в мое отсутствие. Меня просто удалили. Следственный изолятор закрыли на 8 месяцев. И все. Вообще такой беспредел, понимаете? То есть маски, наверное, были. Конечно. Вот мы все ссылаемся на одни и те же документы. На Верховный суд, на 175-й ПП правительства Мурманской области. Но нигде не сказано, что если у покупателя нет маски, ему нужно отказать в продаже товаров первой необходимости. Ну нету этого. И не было никогда. И мы же, если читаем постановление Верховного суда, которое там в декабре вышло, там 2020 года, после тех событий, которые состоялось, наконец суд Верховный соизволил, разъяснил эту ситуацию. Подтвердил 426-ю статью Гражданского кодекса о том, что отказывать нельзя. Он сказал, что если законодательством предусмотрено это право отказывать, то значит отказывать можно. Если не предусмотрено, то нельзя. Ровно все, что там сказал суд Верховный. Так у нас законодательством ни федеральным, ни региональным не предусмотрено право отказывать. Ну составить максимум протокол, провести административное расследование, ну и то это сотрудниками полиции, не ими. Максимум, что они могут сделать? Настучать, написать заявление. Про выходные органы, вот там такой-то человек, вот видеозаписи, пожалуйста, ищите его. Так там весь магазин без масок ходит. Либо с опущенными масками подходили, вот этот зоопарк себе надевали на кассе. Но это бред. Вот люди сейчас начинают понимать, в каком зоопарке они участвовали. Вот вы понимаете, что сейчас, ой, как это не актуально, мы сейчас вот про масочки, вы начинаете ролики выкладывать, потому что мой канал был закрыт на какое-то время, сейчас новый канал появился на ютубе. Так вот сейчас очень актуально, сейчас эти видеоролики, чтобы люди посмотрели на себя, кем они были. Быдло. Это неплохое слово, это факт. Да, я действовал в рамках статьи 14 Гражданского кодекса. Самозащита. Потому что сотрудники полиции приезжают на наши заявления с Денисом Анатольевичем минимум 3-4-5 часов. Об этом, конечно, я тоже скажу, что, ну, извините, ребята, это до какой степени нужно доводить людей, чтобы они были готовы сидеть в магазине, в вашем магазине. И этот Сережа, Сергей там такой, товаровед есть. Вы посмотрите ролик, как он себя вел. Мы его в два раза старше. И вот он прыгал перед нами, понимаете, провоцировал. Но он напросился. Я красиво в конце ролика зафиналил. И он обиделся. Вы посмотрите ролик, вы посмотрите ролик, вы просто посмотрите, как он себя вел. Как он Денису Анатольевичу там это, на живот указывал, на тот он. Ну, просто это надо видеть. Да, я не ангел, я могу так ответить, что мало не покажется. Но, как правило, я хамлю в ответ. В ответ хамлю. Я первый не начинаю, я агрессию первой не проявляю. Ну, да, я общаюсь так. Если сотрудник полиции позволяет со мной вести себя некорректно, я ему прямо это говорю. Но при этом я себя веду в рамках законодательства. Я никогда не допускаю оскорблений. Никогда. Потому что, ну, с точки зрения юридического оскорбления, то есть это неприличной форме, нецензурное, там что-то такое. Да, можно назвать человека дураком, если он есть таковой, понимаете? Если он такой. Это личное мнение. Литературное слово. Можно обижаться, можно не обижаться. Но не ведите себя вот так вот, по-свински. Когда уже человеку, не знаю, там, вашему директору, там, ну, вот показываешь, ну, смотрите, вот. Ну, просрочено же, да. Начинают там как-то выкручиваться. Это не та партия. Это вот тут тот. Ну, тысячу причин. Еще там, вы не из этого магазина, вы с собой принесли. Ну, что за бред? Ну, вот если мы говорим о том, что это, мы действуем в рамках, там, добросовестности, порядочности, если не доказано обратное. Ну, зачем нам приходить в магазин, приносить с собой, там, просроченный какой-то товар? К сожалению, такие случаи были. И не только в Мурманске вообще. Я верю, что такие случаи были. Вы не представляете, насколько оригинальные бывают случаи? Если бы ваш магазин был бы идеальный, и мы бы хотели до вас докопаться, я согласен. Слушайте, идеального ничего не бывает, вы это прекрасно понимаете. Есть магазин «Магнит», театральный бульвар, там, где я рядышком живу. Есть. Дом 8. Вы должны им каждый месяц выдавать премию. Я там постоянно обслуживаюсь, понимаете? Я знаю такое. Крайне редко, крайне редко там вообще что-то можно найти. Вот я Денису Анатольевичу говорю, вот пойдем, вот найди там что-нибудь. Ну, да, он там нашел, ну, там это, ну, он поискал, он постарался. Там масло, да, пачку-то, по-моему, нашел? Да. Но это он постарался. Понимаете? Когда мы приходим в ваш другой, такой же магазин, тоже сети, все то же самое. И там вот это «Г» лежит кругом и везде, то здесь не надо с собой ничего приносить, это вот. Когда директору говоришь, вот салаты, вот уберите, тут протухшие салаты, уже видно все это. В это не начинают что-то спорить. Про нарезку уже все нараздают. Все знают, кроме работников магазинов, что срок реализации 12 часов максимум, а не так, что нарезали на неделю вперед и продаем. Это уж-то лень, просто лень. Лень нарезать столько, сколько вы продадите в течение рабочего дня. Лень, просто лень. И в итоге получается, что вот этот нарезанный сыр каждое утро перефасовывается. Каждое утро новые этикетки, новые этикетки, новые этикетки. За руку ловим, на видеозапись фиксируем. Что толку-то все равно? Ничего не происходит. Потому что сотрудники полиции, безграмотные, участковые, Роспотребнадзор, я личное мнение выражаю, крышуют ваши магазины. Крышуют. Почему? Потому что мы и так же привлекаемся к Роспотребнадзору, нас проверяют. Более того, вот сейчас мораторий объявлен. Ну что значит мораторий? Дайте мне мораторий, лицензию на убийство. Сейчас начнем всех убивать, что ли? Что за мораторий? Вы что глупости говорите? Люди, которые ссылаются на эти законы, они читать не умеют. Никто не говорит о проверках. Плановых, неплановых и тому подобное. Если есть повод для возбуждения динспортивного дела, там наше заявление, либо там из правоохранительных органов пришли документы, то они обязаны отработать. Они отрабатывают. Нет, они не отрабатывают. Они пишут, что вот как вы говорите, что у нас мораторий. И все на этом. Делайте что хотите. У нас мораторий. Вот в этот промежуток времени, там какой-то, я не знаю, они там себе установили. Магазины могут нарушать, что хотят делать. У нас мораторий. Потому что на проверки мы не ходим. Нам прокуратура, оказывается, мешает, запрещает. У нас даже такой есть аудиоролик. Денис Анатольевич по горячей линии разговаривает с сотрудником Роспотребнадзора. Послушайте, очень будет полезно. Я думаю, вот мои видеоролики и Дениса Анатольевича очень полезны будут с точки зрения обучания вашего персонала. Как общаться с покупателями, как себя вести и так далее. Да, я вам прямо, у меня даже на аватарке написано, что я там провокации, там акции, там и тому подобное. Да, покупатели имеют право быть любым, хамом даже, понимаете, последним. И по-вашему, что персонал должен терпеть хамские отношения, вы же не... Должен терпеть. Я как человек не терпеть. Но будь я на работе... По-вашему, я должна это терпеть. Вот я сейчас на работе. Я вам поясню, что если вы сталкиваетесь по работе с людьми, ну, такой у вас род деятельности, вот, магазины там, сотрудники полиции... Мы с вами работаем с людьми. Да, с людьми. То есть, нужно уметь с ними общаться и не поддаваться на провокации. Вот поверьте, что в отношении меня, если мне нужно, я себя всегда сдержу. Абсолютно всегда. Я, если и отвечу, я отвечу так, что это не будет в ответным оскорблением. Я вам всегда говорю, что я отвечаю, могу жестко, но я при этом остаюсь в рамках законодательства. Я никогда первый не ударю ни в коем случае. Ни в коем случае мат не буду допускать. Это важно, понимаете? А сотрудник полиции, он обязан, и работник магазина обязан не поддаваться на провокацию. Да, многие люди умышленно провоцируют провокацию. Умышленно. Так в этом и хайп, понимаете, вот этих вот людей, которые это делают. Но вы то же самое делаете. Я же что-то против говорю. Я же против что-то говорю. Вам дают. Так делайте, делайте уроки. Делайте уроки. Да мне не просмотры нужны. Вы понимаете? Нет, просмотры то, само собой, но не в этом самоцель. Самоцель, чтобы человек наконец-то понял, что не надо себя вести таким образом. Вот смотрите, мы беседуем по определенному моменту, там конфеты просвочены, и тут слетаются со всех сторон. Разрешена вообще съемка, как у вообще страны? Я отсюда. Какой-то парень подходит, начинает мне проведеть съемку, говорит. Я ему с ним не стал даже разгадывать. Роспотребнадзор, у нас все проверяли. У вас сейчас есть покупатель. У нас никаких нарушений нет. Я вам сейчас носом вас тыкаю. Показывайте срок годности. А вы что на меня кричили? Потому что не надо мне задавать глупые вопросы. Кто я такой? Вы сейчас узнаете, кто я такой. Я говорю, срок годности конфет. Срок годности конфет. Не можете справляться со своей работой? Руководство позовите. Давай, иди гуляй отсюда. Вот этой женщины, которая подошла, это их со стороны провокации. Да, я их быстро осадил, все. Я нацелил был по поводу конфет. Почему у вас идет фальсификация сроков годности этих конфет? Когда есть технический регламент, таможенная союза, там все четко прописано. Где должна находиться маркировка, вкладыши или еще что-то. Вот. Если вы коробку распаковали, но вы в любом случае должны информацию от этой коробки здесь оставить. А то неизвестно, какие конфеты есть. Написали, чем через год штрихом замазали, новую дату написали. Что это такое? А как она себя ведет? Говорит, любой покупатель может ко мне подойти. Да тысячи покупателей к ней подходят. Ну, я говорю, мы подошли. И она бегает от нас. Она пробалтывается, говорит, да, мне дали указания с вами не общаться. Я говорю, у вас есть 15 минут. 15 минут, чтобы вот эти корешки от коробок вырезанные положить в эти ящички. Прихожу, ничего нету. Ну, что такое? Это что называется? А в вашем магазине, когда вот этот выходной день был, день праздника города, сотрудников полиции не дозвонится, ничего. И этому Сереже говорю, Сереж, вот вы понимаете, мы не можем просто так уйти, потому что мы уже сняли товар, мы там то-то, то-то. Чтобы нам не было вот этих вот обвинений, которые вы тут написали, понимаете? Потому что это провокация с вашей стороны. Вы если посмотрите внимательно ролик, как Анастасия снимала, как она говорит на камеру, ведь по мимике лица видно, как она обычная провоцирует, ведет прямую трансляцию и провоцирует, что типа якобы мы что-то там вымогаем. Не спешите, а? Что у вас? Посмотрим ваши видео. Суд. На суд вы не смотрите. Суд должен быть вот так вот, слепой там, глухой и тому подобное, понимаете? Я вам говорю, что в принципе не важно, какое будет решение. Но зачем это вы сюда пришли? Для того, чтобы получить шаблон. Посмотреть, как суды у нас все решают. Понимаете? Для меня больше интересно будет дело и видеоблоги и тому подобное по поводу, как суд проходил, а не как в вашем магазине. У вас ваши вот эти темы уже неинтересны, понимаете? Уже тех блогеров, как собак нерезанных, понимаете? На вашу тему неинтересно смотреть. Интересно вот, как меня осудили. Вот это интересно. Но, к сожалению, я не смог этого снять, потому что суд, судья Белозерская понимала это. Понимала это и убрали меня из судебного заседания. Понимаете? Дело без меня рассмотрели. Это грубейшее процессуальное нарушение, которое влечет безусловную отмену. Третий Конституционный суд, вообще Рюзикс, вынес уже аналогичное дело еще на тот момент, когда она меня удалила. Еще тогда еще это было, еще не осудили меня. О том, что нельзя человеку удалять из судебного заседания, если у него нет маски. Вы понимаете? Я не нарушал порядок. Ничего такого. Она заставляла меня, судья, до этого я ходил в судебное заседание без маски, ничего, никто ничего не говорил. И тут вдруг резко судье приспичило на меня надеть намордник. Причем какой намордник? Не средства защиты. Я так говорю, я одену, предоставьте респиратор. Да, он стоит там в районе 2000 рублей, предоставьте. Нет, она говорит, вот вы должны вот эту тряпку одеть. Пакетик, куча говна, понимаете? То есть кому они там раздают, кто там плюет, кто там руки пихает. Я брезгую этими вещами. Это первый момент. А второй момент, я не хочу участвовать в этой клоунаде. Тем более, я там находился по уголовному делу. Суд обязан обеспечить мое участие. Ради бога, вы можете там заок стекло у меня посадить, как угодно. Но это не повод, чтобы человека удалять из зала судебного заседания на весь период. Назначать мне подставного адвоката, просто подставного, который ко мне три месяца не приходил. Ну, просто подставной. На которого я вынужден был писать возражение на апелляцию адвоката. Это бред. Помимо того, что я себя защищаю, я еще должен был от адвоката отбиваться, который меня пытался посадить. Вы понимаете? И вы сейчас это пишете. Конечно, я буду на это эмоционально реагировать. И, конечно, я вот это не прощу. Потому что, если вы посмотрите ролик от 19-го числа, вы обратите внимание, что я говорю, Денис Анатольевич, успокойся. Мне на твою просрочку не важно, мне не нужна. Вот меня кто задел. Кто сейчас меня нагло объявляет в вымогательстве. Меня. Меня. Прямо в глаза, по телефону я снимаю. Она прямым текстом говорит. Я даже эти слова выложил. На основании изложенного руководства и статьями 33-152 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации мировой судья определил передать гражданское дело номер 2-46-77-2022 по иску Масло Дениса Анатольевича к акционерному обществу Тандера в сыскании компенсации морального вреда защите прав потребителя для рассмотрения по подсудности в Ленинский районный суд города Мурманска. На определение может быть подана частная жалоба в Ленинский районный суд города Мурманска через мировую судью судебного участка номер 5 Ленинского судебного района города Мурманска в течение 15 дней со дня его вынесения. Вам определение понятно? Понятно. А можно ходатайство все-таки суд, чтобы был не Ленинский, а Октябрьский? По месту нахождения магазина. У нас подсудность выбирается по, скажем так, по желанию ИСА, и хотелось бы, чтобы мне так удобно, ему так удобно, чтобы суд рассматривал именно Октябрьский районный суд города Мурманска. Это очень хорошо, что будет рассматривать районный суд. Мы завышаем планку итогового решения потом. То есть это очень хорошо. Вы-то наше видео не смотрите. Мне некогда, поверьте. В магазины ходите, в продукты покупайте. Покупаю. Ну, поэтому просто не входим хотя бы в одном посаду. Так будете удивлены. Хоть будете знать. Я вам верю. Что вы верёте. А все, хорошего. До свидания. Второе-то ваше. Спасибо. Будете любить за своим товаром, не зная, что к ним может. Самый грязный магазин – это магнит. Просрочено все, что можно. На пять суток салаты. И здесь, в каждом магазине. Всегда. И они вытесняют ведь другие магазины. Закрываются сетевые. Ну да. А по поводу магнитов, вот, на театральном 8, да, я там нашел. А налогов 27 я не нашел. Я два раза полностью. Да, ну то есть администрация еще зависит конкретного магазина. Нам абсолютно чистые мы люди. Вообще не придраться. Даже нет человеческого фактора. Все полностью. Все соблюдают. Раньше с конфетами… Ну, вот, во всем. Раньше с конфетами проблемы там были. Я захожу, они говорят, ну, смотрите, все. На каждой конфетке маркировочка, все. Если я как-то был, я зашел, говорю, вот, нет маркировки. Все мы сейчас уберем. Знаете, они признают, что так рассроченной конфеты у них нет. Они да, мы сейчас уберем, что такое у них столицы. Я расскажу больше такого у них. Спасибо, помад. Спасибо.